Добрый день, уважаемые жители города и района. По состоянию на 30 июля 2020 года в очереди на территорию муниципального района Янаульский район на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства собственность бесплатно состоят 204 льготных категории граждан. С начала реализации программы на территории района предоставлено 1416 земельных участков, в том числе многодетным семьям 555 и семьям, имеющим ребенка-инвалида 82 земельных участка. Обеспечено земельными участками на сегодняшний день на территории Янаульского района составляет 97%. Уважаемые Янаульцы, немного расскажу об актуальной новости. Законом Республики Башкортостан от 3 марта 2020 года номер 231 внесения изменений в закон о регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан введена возможность предоставления гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, а также гражданам, имеющим несовершеннолетнего ребенка-инвалида и состоящими на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка, собственность бесплатна для индивидуального жилищного строительства. Именно с их согласия меры социальной поддержки по обеспечению жилищными условиями в виде единовременной денежной выплаты в размере 250 тысяч рублей взамен указанного земельного участка. Разработано проектом постановления правительства Республики Башкортостан об утверждении порядка предоставления гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, а также гражданам, имеющим несовершеннолетнего ребенка-инвалида, единовременной денежной выплаты в целях улучшения жилищных условий взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно. Предусматриваются правила и условия предоставления указанным гражданам меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в виде единовременной денежной выплаты. Данная выплата может использоваться многодетной семьей и семьей, воспитывающей ребенка-инвалида в следующих целях. Для оплаты приобретаемого, в том числе, строящегося жилья жилого помещения, квартиры, комнаты, индивидуального жилого дома, также для строительства индивидуального жилого дома, в том числе, на завершение ранее начатого строительства, за исключением иных процентов штрафов, комиссий и пений за просрочку исполнения обязательств по этим кредитным обязательствам. На приобретение жилого помещения, на уплату первоначального взноса по кредитам на приобретение либо строительство жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору, заключенному с кредитной организацией. Также на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам на приобретение или строительство жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору, заключенному с кредитной организацией на приобретение земельного участка посредством заключения договора купли-продажи. В случае, если размер остатка основного долга и процентов по кредитам на приобретение либо строительство жилого помещения на территории Республики Башкортостан, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору, заключенному с кредитной организацией менее размера единовременной денежной выплаты, то оставшаяся сумма средств данной выплаты подлежит перечислению на счет гражданина, открытый им в кредитной организации. Заявление о предоставлении единовременной денежной выплаты подается заявителям в орган местного самоуправления либо в Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. Данная выплата предоставляется многодетным семьям и семьям, воспитывающим ребенка-инвалида в порядке очередности. Предоставление выплаты осуществляется Министерством земельных и имущественных отношений. В пределах бюджетных ассигнований предусмотрено Законом Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год. Право данных категории на получение единовременной денежной выплаты удостоверяется именным документом, а именно свидетельством о праве получения данной выплаты. Свидетельством на получение выплаты распределяется Минзем имуществом. Между муниципалитетами пропорционально исходя из количества состоящих в очереди многодетных семей и семей, имеющих ребенка-инвалида на начало календарного года в соответствии с выделенными на текущий финансовый год лимитами бюджетных ассигнований. Единовременная денежная выплата перечисляется Минзем имуществом на основании заявлений о предоставлении единовременной денежной выплаты и документов, подтверждающих ее целевое использование. Деньги не передаются непосредственно заявителю в руки, а перечисляются в ту организацию, где заключен договор купли-продажи, либо банк, если заключен договор ипотеки и т.д. Порядком предусмотрено, что приобретаемое жилое помещение, строящееся жилое помещение или индивидуальный жилой дом, а также земельный участок должны обязательно находиться на территории Республики Башкортостан. Введение данной меры поддержки предоставит многодетным семьям и семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, состоящим на учете, рассчитывающим на улучшение жилищных условий, выбрать между земельным участком и денежной компенсацией, что позволит в кратчайшие сроки реализовать свое право на улучшение жилищных условий. Добавлю также, что данный порядок находится на стадии утверждения. Спасибо за внимание.